Вы не считаете важным обнародовать конкретный список госпиталей в авиаударах, по которым вы обвиняете Россию? Это очень серьезное обвинение. Я не обвиняю. Я говорю, что мы видели доклады нескольких заслуживающих доверия организации, что пять госпиталей и клиника... Каких госпиталей? В каких городах? Вы можете найти информацию, которую обнародовали многие сирийские агентства по оказанию помощи. Мы также получаем от них информацию. Но вы ссылаетесь на эти доклады, не приводя никакой конкретики? Потому что мы верим, что эти организации заслуживают доверия, так как у нас есть и другие источники информации, подтверждающие эти сведения. И вы знаете что? Почему вам не спросить в ваше министерство обороны? Если вы дадите список... Нет, нет, нет. История серии «Вспомни Джен Псаки и найди 10 отличий с Джоном Кирби». Ну, та хотя бы самообладание, что ли, держала. За нашу коллегу вступился репортер Associated Press Мэтью Ли, известный вопросами, которые ставят в тупик официальных представителей Госдепартамента. И ответ был вообще за гранью. Пожалуйста, будьте осторожны, говоря, обратитесь к своему Минобороны и другие вещи. Она, журналисты, задает вопросы так же, как и все мы. От принадлежащего государству ресурса, Мэтт, она не независима. Я не говорю, что вопросы были неправильные. Я не говорю этого. Простите, но я не собираюсь ставить Russia Today на тот же уровень, что и вас, и ваши СМИ. Ну, и вот здесь справедливости ради добавлю от себя. Госдепартамент США по откровенной профнепригодности его представителей вот уж точно нельзя ставить в один ряд с дипломатическими ведомствами других стран. Комментарий от ГНЭ Чичакян. Чем же закончился этот разговор, очень далекий от политкорректности? Когда я уже уходила из зала для брифингов, один из сотрудников пресс-службы Госдепа догнал меня и попросил прощения за случившееся. После чего взял у меня адрес электронной почты, чтобы послать мне список больниц. Мне прислали список. В нем упоминается пять медучреждений, по которым якобы были нанесены авиаудары. Три в Эля-Тариби, западном пригороде Алепа, и два в сирийской провинции Длиб, в городах Бенш и Маарет-эн-Нуман. Официальные представители американского госдепартамента в качестве источника указали Всемирную организацию здравоохранения. После получения письма мы нашли опубликованный ВОЗ в среду, пресс-релиз, в котором говорится, что пять больниц подверглись атакам. В своем заявлении ВОЗ не возлагает вину за случившееся на какую-либо из сторон. Резюме всему этому дала сегодня Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Это какой-то новый вид сегрегации, отделение средств массовой информации по идеологическому принципу. Этот беспрецедентный случай, вот такого разделения журналистов на правильных и неправильных, уважаемых и неуважаемых, будет, безусловно, поставлен в ходе предстоящего контакта министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и его коллеги Джона Керри. Продолжение следует...